В наших программах мы часто рассказываем о магнитно-резонансной томографии, подчеркивая значение этого обследования для диагностики. Но согласитесь, многим из нас все равно не ясно, почему оно особенное и незаменимое. Поэтому сегодня в программе подробно расскажем, что пациенту нужно знать о магнитном резонансе. В Латвии в прошлом году мы отметили 20-летний юбилей магнитного резонанса. В 1997 году был эксперимент. Одно шведское предприятие привезло автобус передвижной магнитный резонанс, который год находился в больнице Болтуре, и мне было оказано честь там работать. Это был маломощный магнит Пол Тесла, он познакомил врачей с его возможностями. И тогда, с 1997 года, в больнице Гайлизерса появился первый стационарный магнит. А с 2000 года в больнице Страдене. Эти два аппарата были первыми серьезными аппаратами магнитного резонанса в Латвии. Но в конце 2002 года в медицинской клинике Арс, благодаря очень смелому решению руководителя доктора Андерсона и инициативе, открыт первый частный магнитный резонанс. Сейчас здесь магнитный резонанс высокого класса, абсолютно новые аппараты, полторы Тесла и три Тесла. На данный момент магнитный резонанс стал самым прогрессивным методом современного радиологического обследования. Этот метод абсолютно безвреден по сравнению с компьютерной томографией и рентгенографией, когда человек подвергается ионизирующему излучению. Беря во внимание этот факт, спектр обследований магнитным резонансом стремительно расширяется. В Латвии очень долго в основном обследование использовалось в нейрорадиологии, немного в радиологии скелетной мускулатуры. А в последние годы открылись очень широкие возможности. Магнитный резонанс сердца, абдоминальной, то есть брюшной полости. И, конечно, так как этот метод безвредный, очень широко и успешно он используется для скрининговых обследований. Магнитный резонанс – очень хороший метод обследования. И это не только для обследования головы, позвоночника, суставов, но сейчас уже магнитный резонанс к груди, магнитный резонанс к животам и малого таза. Магнитный резонанс – очень хороший метод, чтобы диагностицировать метастазы костя и метастазы лимфоузлов. Если делать магнитный резонанс всего тела, не вводится никакое контрастное вещество, не вводится радиоактивный препарат, нет облучения рентгена. Для развития и модернизации новых возможностей диагностики в филиале медицины с центра ARS в клинике диагностики ARS установлено современнейшее оборудование магнитного резонанса в Балтии Philips Engineer 3 Tesla. В свою очередь в филиале медицинского учреждения на улице Сколос недавно появилась вторая из имеющихся в распоряжении ARS установок МРТ с мощностью магнитного поля 1,5 Тесла. Итак, какие же преимущества у новых технологий? Оба эти аппарата и трех Тесла магнитный резонанс, который у вас в улице Астера и 1,5 Тесла магнитный резонанс, который в улице Сколос находится. Оба эти аппарата достаточны, чтобы обследовать органов брюшной полости и малого таза. Но по сравнению 1,5 и 3 Тесла на этом аппарате 3 Тесла магнитного резонанса мы можем увидеть очень мелкие изменения, быстрее и лучше. Не только мощность определяет возможности аппарата, но и программное обеспечение. Кроме того, для постановки диагноза важна общая работа между ассистентом, который проводит обследование, аппаратурой и врачом, чей опыт и знания являются определяющими. Впервые в Латвии, здесь на магнитном резонансе на улице Сколос, у нас есть возможность проводить перфузию без контрастного вещества. Это специальный метод обследования, когда на шее активизируются протоны. И потом, обследуя головной мозг, мы видим, какой участок лучше обогащается кровью, а какой хуже. Новейшее программное обеспечение на установках магнитного резонанса Philips Ingenia 1,5 и 3 Тесла позволяет достичь небывалых результатов при обследовании органов малого таза. Если мы говорим об обследовании органов малого таза, это, например, гинекология для женщин или предстательная железа для мужчин, то магнитный резонанс – это очень хорошая метода обследования. В компьютерной томографии мы очень много вещей не можем видеть и не можем ответить на множество вопросов, потому что эта метода не позволяет нам это увидеть. С каждым годом можно наблюдать тенденцию. Женщины всё более молодого возраста начинают болеть различными гинекологическими заболеваниями, которые вначале сопровождались неспецифическими жалобами. Именно поэтому болезнь зачастую была обнаружена с опозданием, когда для лечения требуется намного больше времени. Один из самых популярных диагнозов – это, конечно же, миома матки, при которых магнитный резонанс может давать нам дополнительную информацию. Учитывая то, что сейчас в мире идёт много дебатов о том, что в некоторых случаях миома матки может оказаться не только доброкачественной опухоль, но также и другими проблемами, тогда магнитный резонанс нам может дать дополнительную информацию. Второй диагноз, конечно, это эндометриоз. Особенно тяжёлые формы эндометриоза, как ретроцеррикальный эндометриоз. И не всегда при обычном осмотре гинеколога, даже при проведении электростанографического исследования, эти поражённые ткани видны и чувствуются. В этом случае магнитный резонанс, конечно, помогает очень сильно найти конкретно очаг поражения и, соответственно, определить, куда нужно двигаться дальше при введении больной, при проведении оперативной тактики лечения. Но основные такие вещи, когда мы используем магнитный резонанс, это именно для определения дальнейшей тактики ведения больной. Помимо этого магнитный резонанс может помочь немножко отдифференцировать, разделить различные образования на яичниках. Помогает определить доброкачественный риск злокачественности какой-то, особенно при тех же эндометриомах. Магнитный резонанс видит лучше мягкие ткани, и у гинеколога всё-таки основные органы связаны с мягкими тканями человека. Также есть момент с использованием контрастного вещества. Магнитный резонанс и компьютерный резонанс используют совершенно другие принципы работы. Нужно меньше контрастного вещества, нет дозы радиации, которая получается в минимальных объёнах при компьютерной томографии. И в этом случае это позволяет просто сохранить здоровье пациентки. Недавно мы рассказывали, что с каждым годом стремительно растёт число обнаруженных злокачественных опухолей у мужчин, таких как рак простаты. В этих случаях важную роль играет обследование магнитным резонансом. Теперь новейшие аппараты трёхдименсионные тесла магнитно-резонансные исследования, которые очень хорошо могут показать действительно, насколько рак распространён, насколько он внутри предстательной железы, насколько он прорастает капсулу предстательной железы, и какие есть специфические лимфоузлы или уже метастазы от рака предстательной железы. И эта диагностика очень важна для определения тактики лечения больных раком предстательной железы. И не только до лечения, но и после лечения больных раком предстательной железы, чтобы определить рецидивы невозможной болезни. Магнитный резонанс – хороший метод для того, чтобы найти подозрительный очаг в предстательной железе, и потом можно делать биопсию и постараться достать материал именно из этого очага. Важная информация для каждого. Обследование магнитным резонансом оплачивает Национальная служба здоровья. Для этого у пациента должно быть направление от специалиста – невролога, эндокринолога, лора или другого, заключившего договор с Национальной службой здоровья. Берегите свое здоровье, используйте современные возможности медицины для профилактики заболеваний и их лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова